Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала. Большое вам спасибо за обратную связь, за комментарии, за лайки, за просмотры, за подписку, за ваши поздравления меня с прошедшим днём рождения. Это всё очень радует, это всё очень вдохновляет на новые расклады. Сейчас может быть такая не очень весёлая тема, но тем не менее давайте этот вопрос тоже зададим картам. «Простит ли вас загаданный человек?» Неважно, кто накосячил, неважно, в чём вина, чья вина на самом деле. Может быть, человек сам накосячил, а обижается при этом на вас. Вина – это понятие субъективное. Объективизировать не будем, будем субъективизировать. В любом случае, кто бы ни был виноват на самом деле, давайте сделаем расклад. «Простит ли вас загаданный товарищ?» Четыре варианта ответа перед вами. «Золотое флорентийское таро». Четыре варианта, потому что больше не влезло в экран. Карты большие. Я не стала впихивать лёжа. Думаю, ладно, пускай так. Ну, я думаю, карты нам исчерпывающие ответы дадут. Загадывайте вашего обидчивого товарища. Загадывайте срок, если хотите. И выбирайте одну из карт. Ну, либо на все четыре карты раскидывайте неких вот обижулик ваших. А я приступаю к трактовкам. «Простит ли вас загаданный человек?» Может быть, в какой-то конкретный указанный вами срок. Для тех, кто выбрал первую позицию, открываем первую карту. «Простит ли вас загаданный?» Шестёрка Пентакли здесь выпадает. Такая вот замечательная, да, красивая, блестящая карта. Карта говорит, да. Ну, здесь человек простит. Какова будет его мотивация? Вы для него слишком ценный ресурс. Вы для него даже не то, что ценный ресурс, да, не то, что источник, а у вас идёт такой вот очень ценный для этого человека обмен, да, ресурсами, информацией, возможно. Возможно, даже не то, что там какой-то информацией, а именно энергией, скорее, да, энергией. То есть вот этот, да, ради вот этого обмена энергии, информации, приятностями какими-то, да, ради того, что ваши отношения, да, ваше общение с ним вообще очень насыщенное, очень такое вот яркое для него, и много чего ему даёт, этому загаданному человеку. Вот ради этого, да, ради этого он вас простит, да, то есть того, что вы ему даёте, что ему даёт общение с вами, да, ради вот этого человек готов вас простить, как бы там он на вас не обижался, кто бы чего не накосячил, да, так, что бы между вами не произошло. Ну, можно сказать, да, подход у человека хороший, ну, в смысле, что прагматичный, да, такой вот по-хорошему прагматичный подход у человека здесь, да, то есть вот всё, что связано с вами, для него слишком дорого, слишком ценно, чтобы обижаться на вас вот из-за такой ерунды, да, из-за какой он обиделся. Ну, не знаю, может быть, это что-то серьёзное, но, во всяком случае, человек скажет, в конце концов, умерит своё эго в каком-то смысле, да, и скажет, что нет, мне эти отношения ещё очень важны, мне эти отношения дают гораздо больше плюсов, чем минусов, поэтому обижаться было бы, ну, там, грешно, не грешно, но, во всяком случае, неконструктивно, да, то есть человек поймёт неконструктивность своей обиды, да, и здесь человек, в принципе, настроен на конструктивное взаимодействие с вами, поэтому он вас простит, и если кто загадывал срок, то в загаданный срок простит. Вот такой вот замечательный вариант по первой карте, которую нам, да, такой замечательный ответ, который даёт нам шестёрка Пентакли. Ну что, я вам желаю исполнения, да, исполнения этой шестёрки Пентакли, пусть этот загаданный человек ещё и компенсирует эту свою обиду на вас, да, и вложится в вас вот какими-то ресурсами, а может быть и деньгами, да, что вот я обижался-обижался, да, вот, ну, ты меня прости, вот тебе какой-то подарок, да, пусть он ещё и вам что-то подарит, помимо того, что просто своё прощение вам подарят, так сказать, да, шубу с барского плеча, да, вот. Счастья вам, любви и гармонии, я перехожу к следующей, к второй позиции. Для тех, кто выбрал второй вариант, простит ли вас загаданный человек когда-либо, либо в загаданный вами срок. Ну, здесь колесо фортуны выпадает, да, человек вас простит, ну, во-первых, такая вот, он, наверное, сам понимает, что он такая хроническая обижулька, наверное, и что он уже не первый раз на вас обижается и вообще на людей обижается, и, ну, не первый раз уже, и, может быть, вообще у него в жизни вот такая вот ситуация, какая сейчас с вами, у него уже не первый раз, да, то есть, в принципе, у человека есть понимание, да, что если кто-то что-то сделал не так, если кто-то что-то накосячил, здесь человек понимает, что это как бы временный этап, временный период, да, то есть, человек как бы знает, что это за ситуация, да, не то, что там вы ему разбили сердце там раз и навсегда, вы что-то такое очень ужасное для него сделали, и он там всё, больше никогда сюда я больше не ездок, то есть, не такая у него позиция, а, ну, то есть, для него это, может быть, не было таким вот большим шоком, но неприятно, да, ну, уже не первый раз плавали, знаем, проходили эту всю историю, то есть, вот какая-то такая позиция, да, у человека есть понимание, что вот эта ситуация либо в ваших отношениях уже не первый раз происходит, либо с другими партнёрами, с другими партнёршами это уже вот у него повторяется, да, ну, что называется, ну, и что я буду это самое, да, уже всё это было, мы всё это проходили, да, поэтому, вот, пообижаюсь и вернусь, вот, то есть, человек это сам осознаёт прекрасно. И здесь колесо фортуны говорит, да, человек вас простит, и здесь вот, что называется, да, с одной стороны вам по судьбе, что он вас простит, а с другой стороны отношения могут носить именно вот такой вот кармический характер, когда вам, пока вы не проработаете какие-то свои несостыковки, какие-то свои непонятки, да, в отношениях, какие-то свои, да, вот эти вот чёрные дыры, белые пятна, да, когда заполните вот эти вот чёрные дыры, белые пятна, не только в ваших личных отношениях, но и вообще в плане своего личностного развития, да, вот, когда вы всё это, да, программу, да, завершите гештальт, извините, да, за мой французский, за мой немецкий, да, вот, завершите гештальт, когда вы проработаетесь по вот этим направлениям, может быть, обоюдно с партнёром, да, ну, наверное, о партнёре всё-таки в первую очередь речь, потому что, да, он обиделся, что называется, кто обиделся, да, того и тапки, вот, кто обиделся, тот и должен над собой работать, по идее, вот, то есть, ну, в смысле, над своей обидой, да, ну, видимо, тут были тоже какие-то довольно серьёзные основания, да, и эти основания могут вас периодически сводить, потом опять разводить, да, вот у вас такая вот цикличность в отношениях, понятно, да, как я уже, по-моему, сказала, вот, и, ну, да, что человек не первый раз уже обижается и на вас в том числе, вот, поэтому пока вот это слабое место, условно говоря, да, в кавычках слабое место, пока это не будет проработано, вот такая история будет и повторяться, да, то есть вы, может быть, буквально даны друг другу, чтобы проработать вот это место, да, и общее место, да, чтобы оно стало действительно общим местом, а не больным местом, вот, как-то так, да, что-то тут, какая-то, да, какая-то проработка здесь идёт, что-то как-то карта тут странная эта самая, да, тут, да, тут ровный блеск глянцевый, а тут она как будто чем-то намазана, вот, обратила внимание, очень интересно, что карта зелёненькая и сердечко зелёненькое, да, я выкладывала наобум, вот, ну, пусть оно тут в центре полежит, это зелёненькое сердечко, то есть зелёный цвет даёт нам позитивный, положительный ответ, что да, человек вас простит, и более того, его ждёт грандиозная, можно сказать, судьбоносная, да, кармическая работа над собой, да, и вы ему даны для того, чтобы он себя прорабатывал, ну, и вы, да, чтобы заодно проработали свои какие-то слабые места, может быть, да, может быть, там, из предыдущих жизней, или хотя бы вот в этой жизни, да, то, что в этой жизни нам дадено, вот, да, то есть тут, в общем-то, позитивный такой вот и конструктивный вариант, да, в том смысле, что человек простит, и вам это всё будет, ну, вот, уроком каким-то, да, вот, в хорошем смысле, вот, то есть вам это пойдёт на пользу, для вас эта вся ситуация в итоге будет конструктивной, да, и принесёт свои результаты, и вы, может быть, потом ещё, ну, поблагодарите, скажем так, и человека, и судьбу, да, за то, что случилось, за то, что вот такая вот, такая несостыковка у вас произошла, да, но потом мы, да, разъяснили наши позиции, да, разъяснили, поняли друг друга, вот, то есть проработка здесь по этой карте идёт. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, вот этих вот, да, замечательных, замечательных результатов проработки я вам и желаю, да, и в каком-то понимании себя, и в каком-то самосовершенствовании и вас, и партнёра, да, и в ваших отношениях. Так, ну что, я перехожу к следующей, к третьей позиции. Для тех, кто выбрал третью карту и красное сердечко, простит ли вас загаданный человек вообще когда-либо или в загаданный срок? Так, красный цвет нам здесь даёт девятку мечей. Очень интересно, да, здесь зелёный-зелёный совпадает, а здесь красный и совпал с красной такой вот, да, статуей. Ну, здесь вот, да, видимо, эта девушка-женщина, как это, ну, живая, только уже, наверное, не очень живая, да, девушка обезглавленная, можно сказать, да, но пока ещё стоит, пока ещё держится на ногах. Ну, традиционно девятка мечей нам говорит нет. То есть, ну, не знаю, может быть, если человек даже вас простит, может быть, настолько он накосячил на самом деле, да, сам накосячил, сам обиделся, да, вот он-то вас, может быть, и простит, может быть, вы его не захотите прощать после всего случившегося, да, как вариант. Ну, либо человек вот настолько, да, настолько, настолько вот боится, да, настолько себя как-то ограничивает, да, вот как это, сама себя высекла, да, то есть, сам себя зарезал, сам себя убил, сам себе не даёт возможности вас простить, да, сам себя от вас, да, вычёркивает вас из своей жизни, возможно, да, вот, по крайней мере, сейчас, да, на этот период. То есть, человек сам закрывается, сам себе не даёт возможности проработать вот эту проблему, да, то есть, сам себе делает хуже, сам себе злобный буратино, вот такая вот здесь ситуация, да, То есть вот это вот обезглавливание буквально, да, можно, Харакири, да, можно интерпретировать так, как что Харакири сам себе сделал, да, то есть, ну, ну, не хочет, не надо, да, сам дурак, сам виноват, пусть сидит с этими своими заблуждениями, с этими страхами, с этими переживаниями, да, то есть эта карта Девятка Мечей в загаданный срок нам говорит, что нет, человек вас не простит, человек боится, человек страдает, человек сам себя ограничивает, да, человек вот переживает и предпочитает вместо того, чтобы решать проблему, уходить в траур, уходить в печаль, да, уходить вот такую вот жестокую обиду вплоть до, я не знаю, там, самонаказания какого-то, да, то есть, ну, да, такая вот добровольная депрессуха, можно сказать, да, добровольная обида, добровольная депрессуха, да, когда человек вместо того, чтобы искать какие-то позитивные варианты решения проблемы, вместо того, чтобы хотя бы как-то идти на диалог, что-то договариваться, что-то конструктивное решать, здесь человек предпочитает самоустраниться и сделать себе отношенческое харакире в отношении вас. Извините за тавтологию. В общем, карта «Девятка мечей» говорит нам «нет». Если вы загадывали срок, срок нас спасает. То есть, возможно, в загаданный срок, а там будем посмотреть, что называется. Счастья вам, любви, гармонии, тем не менее. Какая-то карта все-таки нам должна была сказать «нет», поэтому сказала именно вот это. Могла любая другая сказать, как вариант. И давайте переходим к четвертой позиции. Хочу посмотреть, что же нам сказала последняя четвертая карта «да» или «нет». Для тех, кто выбрал последнюю четвертую карту, последний четвертый вариант, простит ли вас загаданный человек, может быть, в загаданный срок или вообще когда-либо в жизни. О, ну вот здесь вот выпала самая замечательная карта. Это Паш Кубков. Пожалуй, здесь эта карта говорит «да». И здесь у человека самая наилучшая мотивация вот изо всех этих карт, пожалуй. Здесь нету какой-то ориентации на какую-то выгоду, как по первой карте. Здесь нету вот каких-то кармических судьбоносных уроков, да, которые пока мы не пройдем, что называется, ситуация нас не отпустит, да, пока мы вот до конца эти уроки не выучим. Ну, по девятке. Девятка мечей – это вообще no comment, да. И здесь вот Паш Кубков – это замечательная, такая вот прекрасная карта, что человек пообижается, пообижается и простит вас, причем простит довольно скоро, простит буквально с такой вот, а, с удовольствием, да, с удовольствием пообижался, с удовольствием вас простит, потому что он буквально вас любит, он в вас влюблен, и буквально вот кинется к вам вот так вот на шею, будет целовать, прости, прости меня, прости меня, то есть вот буквально с такими нежными проявлениями, с такими проявлениями к вам, очень даже, да, очень даже ласковыми, очень даже бурными, очень даже заинтересованными в вас, вот пройдет у вас вот это самое прощение, да, то есть и кубок свой нафиг бросил, да, кинулся на шею, обнимать, целовать, да, лишь бы только простила, да, как это, вот первый раз увидел, да, вот где увидел, там и кинулся на шею, что называется, где встретил, там и кинулся, возможно, человек здесь действительно будет искать с вами встречи, как вариант, да, либо где-то вас как бы, ну, подкарауливать, чтобы как-то подойти к вам и на шею кинуться, да, то есть, возможно, здесь действительно какие-то такие очень тёплые объятья, во всяком случае, очень тёплые, любовные даже слова, любовные признания вы от человека, получите, вот бывает мы обижаемся именно на тех, кто для нас очень дорог, да, и обижаемся не потому, что там, ну, мы какие-то злые, противные и всё такое, да, не потому, что у нас такой характер скверный, как говорится, не потому, что, ну, да, мы такие вот все это самое, а именно потому, что человек очень значим, что ты человека на самом деле очень любишь, и если что-то идёт не так в отношениях, ну, независимо от того, кто объективно виноват, ну, по идее, в отношениях всегда нету, ну, если что-то происходит, да, если какие-то в отношениях, да, если какие-то несостыковки идут, если какие-то проблемы, грубо говоря, в отношениях, понятно, что своя доля ответственности на обоих партнёрах. Так вот здесь вот, да, вы для человека настолько дороги, настолько интересны, он вас так любит, да, вот буквально такая нежность у него, юношеская нежность у него в душе к вам, что он просто вот не может, да, не может, с одной стороны, вас не простить, а с другой стороны, вот когда что-то идёт не так, да, у него такие настолько вот возвышенные ожидания, да, ожидания позитивные, положительные, да, ожидания, может быть, даже какого-то чуда, какой-то романтики, что если эти ожидания, если начинаются какие-то проблемы, вольные или невольные, если идут какие-то косяки, если кто-то как-то ожиданием не соответствует, либо ситуация складывается, что ожидания не оправдываются, вот здесь у человека может быть деструкция ожидания, что называется, и он может обижаться именно потому, что его ожидания романтические, высокие, возвышенные, очень эмоциональные, не оправдались, и вот у него может быть обратка, что называется. Тут именно идёт такое ощущение, что человек очень много ждёт от этого, от ваших отношений, очень много эмоционально вкладывается, то есть само по себе ваше общение очень эмоционально заряженное для этого человека. И, да, вот насколько это позитивное общение, да, настолько, да, с плюсом он падает на минус, да, вот настолько же глубока вот эта вот пропасть, падение, когда что-то идёт не так, когда желания человека не оправдываются. То есть, возможно, немножко такие детские, юношеские, подростковые реакции у него, независимо от возраста, вот. Но, в принципе, да, ну, в принципе, это характерно скорее для таких вот начальных отношений, да, романтических отношений каких-то, юношеской такой вот влюблённости, когда человек может сказать, и что это я в тебя такой влюблённый, вот такое вот, может быть, вы от него уже и слышали, и ещё услышите. Ну, да, то есть человек вас простит, потому что он в вас влюблён. Вот коротко, если, да, коротко, если сказать. И почему он на вас обижается, тоже потому же, да, что он в вас влюблён. Вот такая вот ситуация, да, то есть, ну, влюблён, обиделся, да, влюблён и простит также, в общем-то, легко в каком-то смысле, да. Ну, в любом случае вы для человека такая вот очень тёплая, да, очень приятная личность, которая несёт, да, общение с вами несёт для него такой вот очень тёплый эмоциональный заряд, да, вот буквально есть какая-то потребность в близости, да, в физической близости, там, в обнимашках, в каких-то поглаживаниях, как это называется, вот. То есть поэтому человек не сможет без всего этого, да, вы ему нужны для всего этого, да, для любви, для романтики, для каких-то надежд, вот, для близости всякого разного рода, для нежности, поэтому он вас простит, да, вот такая вот здесь позиция. Ну, по-своему он, конечно, любит, но, возможно, чувства ещё не очень зрелые, не очень стабильные, да, только начало отношений, начало чувств, но всё равно, так или иначе, это есть любовь, да, и интерес именно в любовном ключе к вам. Вот, пожалуй, всё, такая вот позиция, да, было очень интересно её рассказывать, да, всегда хорошие новости, хорошие вести сообщать людям приятно. Вот, пожалуй, так вот, пусть этот вариант у вас сбудется, да, Паш Кубков, пусть принесёт вам всё-таки любовь, да, и перспективы на какие-то романтические, да, хорошие романтические чувства, да, и хорошее романтическое развитие с этим загаданным человеком. Спасибо вам за просмотр, счастья вам, любви, гармонии, как обычно, спасибо картам, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok